Рядом с тобой мужчина, он тебя любит, он заботится о тебе. Сейчас правда всё хорошо, сейчас по-настоящему. Я наконец-то поняла, что такое любить и быть любимой. А я так рада. Теперь моя жизнь только начинается. Зрители полюбили Евгению Лазу после ролей в сериалах «Герой нашего времени», «Закрытая школа» и «Восток-запад». Но тщетно публика искала в актрисе черты эмоциональных персонажей. За кадром Евгения была сдержанной, спокойной и загадочной. Артистка опровергла слухи о возможных романах с коллегами по цеху и не называла даже имени избранника, с которым прожила несколько лет. Ситуация изменилась в 2019 году, когда стало известно, что звезда вышла замуж за Антона Батырева. Но не успели поклонники порадоваться за кумира, как Лаза сообщила о разводе. Сплетни о возможной измене супруга Евгения не комментировала и оставалось лишь гадать, что разрушила союз красивой пары. Будущая звезда сериалов появилась на свет в семье инженеров-строителей. Девочка рано научилась читать, с детства сочиняла стихи и жаждала пойти в школу, глядя на старшую сестру, студирующую учебники. С шести лет Евгения разыгрывала в гостях у бабушки из Краснодара спектакли, так что, когда спустя четыре года узнала от одноклассницы о театральном кружке, загорелась идеей о занятиях. Кошкин дом, 12 месяцев, Снежная королева, старостепенных ролей в сказочных постановках начался путь лозы к актерству. В студии девочка получала первые небольшие гонорары, которые всегда отдавала родителям. С привычной обстановкой Евгения рассталась 15 лет, когда папе предложили работу в Москве. Отец мечтал, что дочь продолжит семейное дело и отучится на архитектора или инженера, но она грезила о сцене. Несмотря на украинский говор, Константин Райкин дал яркой абитуриентке шанс, приняв ее в школу-студию МХАТ. От остальных Евгению отличала не только удивительная сдержанность, но и желание сниматься в кино, к чему преподаватели относились негативно. По окончании первого курса студентки дали небольшую роль в марше турецкого, а затем пригласили и в Каменскую. Нельзя сказать, что в начале карьеры все шло гладко. То в речи артистки проскакивал диалект, то она забывала о правиле, по которому во время съемок актерам нельзя менять внешность. Так девушка тонировала волосы и пришлось срочно перекрашиваться. Поначалу Евгении удавалось совмещать учебу и съемки, но вскоре она выдохлась, почувствовала себя опустошенной. Честно признавшись во всем Константину Райкину, актриса оказалась перед выбором – или институт, или кино. Артистка отдала предпочтение работе и еще долго не решалась сообщить родителям, что бросила вуз. Прорывом в творческой биографии Евгения стала роль княжны Мэри в «Герое нашего времени», после которой ее начали чаще приглашать в кино и сериалы. Когда артистку пригласили в сериал «Закрытая школа», она ровным счетом ничего не знала о проекте. Через интернет Евгения выяснила, что фильм популярен у молодежи, а школьников там играют взрослые артисты. С ужасом Лоза представила, что ей предложат амплуа девчонки, но оказалось, речь шла о роли врача-вирусолога. «Закрытая школа» принесла Евгению целую армию поклонников. Фанаты дежурили у павильонов, делали подарки, присылали письма. Очередным триумфом обернулось для Евгении участие в сериале «Восток-запад», где ее партнером стал звезда великолепного века Аднан Котч. На съемках не обошлось без трудностей, мешал и языковой барьер, и неумение актрисы плавать. К счастью, все препятствия удалось преодолеть. Поклонников популярного сериала интересовала, похожа ли Лоза на свою героиню Татьяну Мельникову. Актриса уверяла, вряд ли в реальности она бы попала в любовный треугольник. Каких же мужчин выбирала артистка? Евгения Лоза не афишировала романы, так что окружающим приходилось подумывать, с кем строит отношения звезда. Из-за этого личная жизнь актрисы быстро обросла легендами. Так на дне рождения друга Евгения познакомилась с футболистом Маратом Измайловым. А уже на следующее утро общие снимки пары появились в газетах с громкой подписью о том, что Лоза – невеста спортсмена. Лозе приписывали романы с коллегами Игорем Томилиным и Иваном Житковым, а также с неким бизнесменом, делавший ей роскошные подарки. Расставание с избранником оказалось таким тяжелым, что на несколько лет Евгения осталась одна, боясь впустить кого-то в свое сердце. Исключение она сделала только для актера Антона Батырева. Артисты познакомились в 2018 году на съемках мелодрамы «На качелях судьбы» и вскоре начали встречаться. В апреле 2019 года поклонники заметили на пальце Лозы обручальное кольцо и догадались, что скрытная звезда намерена выйти замуж. Впрочем, многие не верили, что роман выльется в нечто серьезное. За плечами Батырева остался брак с избранницей Екатериной, и ненавистники подозревали, что жену и сына Добрыню он бросил ради Лозы. Так или иначе, Антон и Евгения сыграли свадьбу в июне 2019 года. История о любви закончилась, не успев начаться. В июне 2020 Евгения сообщила о разводе. Антон на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым пояснил. Цитата. «Мы с женой не успели прийти к тому барьеру, от которого отчитывается обоюдное желание иметь детей. И слава Богу! Потому что мы поняли, что не подходим друг к другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился». Сама Лоза была немногословна. Цитата. «Развод был тяжелым. Мне кажется, что он такой для всех и всегда. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут был целый ряд причин. Сейчас с Антоном я не общаюсь». Делилась актриса с подписчиками. Звезда, пережившая очередное фиаско в амурных делах, подчеркивала, что не унывает. Антон Батырев уже нашел любовь в лице Анны Савельевой, которая младше на 15 лет. А вот Лоза не спешит искать нового партнера, считая необходимым прийти в себя после прошлых отношений. Актриса уверена, что однажды встретит человека, с которым не только создат крепкую семью, но и познает счастье материнства.